Владимир Владимирович Путин в самое лучшее в мире. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный, всегда с народом. Владимир Владимирович Путин отвечает прекрасно на все самые важные и главные вопросы нашего времени. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Время линия с Владимиром Путиным, у вас есть возможность задать вопрос президенту ворога, чиплатный, назовите свою фамилию, имя, путинство, город, из которого вы сводите, задайте свой вопрос после лукового сигнала. У вас есть одна минута. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, верховный командующий в зону сил России, Владимир Владимирович Путин, мы не термитлистые. Время линия с Владимиром Путином, у вас есть возможность задать вопрос президенту. Звонок бесплатный, назовите свою фамилию, имя, отчество, город, из которого вы звоните, задайте свой вопрос после лукового сигнала. У вас есть одна минута. Уважаемый господин президент России, верховный командующий в зону сил России Владимир Владимирович Путин, мы не термитлистые, очень просим Владимир Владимирович Путином избираться на два президентских срока 2018-2024-30-е годы. И на постпредседателя правительства партии Е thi России, Бедмедева Дмитрия Анатольевича, самый лучший в мире ТНД. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич WITHIN, прямая линия Владимир Владимирович Путина, ТНД Владимирович Путин в мире Ведя, самый лучший в мире. Ведя, самый лучший в мире. Ура! Победа на века! Победа на века! Вы знаете, мне даже неловко слушать о том, что до сих пор существует проблема, скажем, с трудоустройством. Мы уже неоднократно обращались к этому вопросу, и я уже давал поручение миграционной службе обратить на это внимание, сделать соответствующие предложения, отрегулировать эти вопросы, если требуется и в действующем законе. Это все нужно сделать. Я еще раз об этом говорю министру внутренних дел и руководству самой миграционной службы. У нас есть всякие там проекты, законы на этот счет, но, к сожалению, они до сих пор не реализованы. Постараюсь сделать так, чтобы в вашем случае проблемы были закрыты. Прекрасно! Поддерживаем! Я глубоко убежден в том, что мы вообще должны пройти по пути либерализации всего, что связано с сферой приобретения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное измерение, это имеет и экономическое измерение. В связи со сложной демографической ситуацией в России, эта проблема становится не только медицинской, не только социальной, она приобретает ярко выраженный экономический характер. У нас число женщин детородного возраста к 2032 году сократится более чем на 25%. Это становится ограничителем экономического роста. И это не потому, что вот сейчас что-то у нас неблагоприятное происходит в экономике или в социальной сфере. Напротив, напротив, это происходит потому, что в 90-х годах у нас был сильный спад рождаемости, и уж извините за такие слова, но от них никуда не деться, количество женщин детородного возраста резко сократилось. Вот сейчас они подошли к тому, чтобы стать мамами, но их количество сократилось в 90-е годы, и мы с этим ничего не можем сделать. Одно из немногих средств решения этой проблемы для России – это привлечение наших соотечественников Продолжение следует... Продолжение следует... ...пỏru.